Девочки, 6 утра. Я на кухне жарю пирожки с творогом для своей семьи к завтраку. Вот таким делом я занимаюсь. Встала в пяночку тесто, пирожочки быстренько леплю, а это лепешечки сделаю. Со сметанкой, горяченькие, на завтрак, холодной осенью, сама то. Ну а что делать, семью-то кормить чем-то надо. Напекла, девочки, пирожочков к завтраку. Теперь, девочки, пеку лепешечки. Ну, девочки, готовлю Дмитрию Александровичу завтрак еще яичницу с колбаской. Вот так вот с утра кормим мы своих деревенских мужчин. Девочки, пасмурно, мрачно. За окном испортилась погода. Дождь со снегом. Поэтому, о, такая брррр-погода. Пообедали и я занимаюсь печкой. Сейчас буду закладывать дровишки. Потом пойду за углем и буду топить печку, девочки. все теперь печку надо топить побольше почаще потому что на улице похолодало сегодня всего лишь один градус тепла а вчера еще было у нас тепло тепло было плюс 20 вчера сегодня уже все вот такая вот деревенская жизнь у нас печка и куча куча дел девочки мою посуду в тазики мою полоскаю полотенцем вытираю вот такая целая процедура у нас деревню помыть посуду до девочки у нас нету водопровода крана раковины да потому что чтобы водопровод проведен чтобы подключить это нужен целый миллион к сожалению таких денег у нас у нас сегодня погода все испортилась погода вчера еще было плюс 20 всю неделю прошлую просто красота а сегодня сейчас утихло дождь со снегом был дождь со 4 часа дня видите как некрасиво во дворе да девочки мы уже один раз убирали все тополиные листья согребали вывозили но тополь осыпался снова потому что на нем еще была листва теперь он голый наконец-то этот соседский тополь портит нам весь створ он весь засыпан теперь уже не знаю будем убирать если не будет ну будет тепло будем согребать вывозить ну вот это вот все вот вот блин досталось нам ребята вот это вот ну соседский тополь а куда его денешь так что такая красота осенняя у нас у нас всего лишь один градус тепла девочки один градус вот такая погодка серая мелкий дождь и мелкий снег с самого утра осыпались все показала вам небо серое пойду домой у меня готовится ужин а на ужин у меня сегодня гречка и тушеная куриная печень в сметане здесь у меня тушится печень куриная в сметане девочки натопила дома тепло а тут у меня ребятки на печке гречка маркется туда сливочного положил она на печке девочки вкуснее бабушки готовили в печи но в печи у нас не получится я девочки у меня сегодня утро начинается со сладостей завтракаю пью свой любимый чай девочки с молоком по казахстанске обязательно по казахским и почему же у меня на завтрак вот такие мои любимые сладости я люблю белый шоколад а это наши вкусные конфеты нашей фабрики баян сулу нашей казахстанской ассорти это самые вкусные конфеты ассорти девочки сегодня 30 лет совместной жизни у нас с димой вот так меня с утра поздравляет муж сладостями еще подарил бутылку шампанского фрукты ну сказал остальной сюрприз будет вечером вот так я начинаю свое утро сегодня со сладости да ребятки вредно но иногда когда такие события можно папочка наш скрывает подарок который я ему подарила на 30-летие нашей совместной жизни подарок такие вещи наш мой муж очень любит ими пользуется всегда так как он у нас меломан профессиональный с большим стажем вот такой подарок а это дополнение к подарку вот такое дополнение четырех элементах разные процентов к любимый горький шоколад дмитрия александровича упаковка крутая пока открыли очень это самое тяжело было открывать хорошо запакована вот такие кру они что беспроводные ну в общем такие крутые русинки конечно я обратилась за помощью к специалистам чтобы подобрать дмитрий александрович просто обожает такие вещи вот такой подарок я сделала своему мужу подарок не дешевый но думаю что прослужит будет доволен будет доволен надеется это не сказка это не сон это окончено синий сезон да ребятки все зима пришла зима пришла вот такая у нас сегодня мерзкая погода холодный ветер и все время сыпется мокрый снег слышите хрустит вот так ребята это не сказка это не сон это окончено синий сезон пишите какая у вас погода как то надо теперь привыкать хотя сколько я своей жизни привыкаю перемене погоды но почему-то с возрастом становится сложней хочется тепла уюта и сухости их ребята бебе 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 мне работы добавляется добавляется все пошла в дом топить печку девочки напекла к завтраку вот такие вот оладушки как капкейки вот такие вот такие вот как американские капкейки они такие они на манке на манке не на муке ароматные такие со сметанкой сварить я вас сейчас научу как вкусно кушать или капкейки или оладушки или блины мажете сметанкой сметанкой девочки затем кладете вареница в серединку неважно какой вас вареница вареница кладете девочки и вот так и вот так и я сейчас буду есть это оладушки но блин вот это утреннее наслаждение мое какое чудесное воскресенье чудесный воскресный рабочий день вот такой выходной у дмитрия александровича убирает листву во дворе наконец-то долбаный тополь осыпался соседский благополучно на наш двор и зима теперь убираем день хороший теплый тихий хороший день вот так воскресенье мы отдыхаем ребят у меня варится курица и я буду делать на обед без шпармак ветер поднялся молодец по-урицу мать Нам привезли сегодня дрова. Конечно, была огромная куча, но я уже не сразу стала снимать. Сейчас вышла. Но Дмитрий Александрович у нас очень ловко работает. Эту большую кучу он буквально, не знаю, за каких-то 20 минут разобрал практически уже всю. Хотя бревна большие и очень тяжелые. Это сейчас осталось мелочь. Ну, Дмитрий Александрович у нас силач. Молодец. Трудяшка. Вот так вот, ребята, проходит наш воскресный выходной день. Делал в кладовке нашей ревизию и тыквы достала. На полу они у меня были. Сложила, обтерла. Думаю, уже тыквы надо переносить в дом, потому что в кладовке холодно. И как бы они сыреть могут. Они должны храниться в сухом. В сухом, таком, не жарком месте. Это дома, где-то в углу, на полу. Вот. Буду заносить. Было больше. Две большие тыквы я отдала маме, когда мама приезжала. Вместе с гостинцами я две большие тыквы отдала маме. Вот такие тыквочки. Хороший. Надо будет время выберу, что-то приготовить с них вкусненькое. Ребятки, напишите мне рецепт вкусных. Мы варим каши, печем пироги. А какое еще вкусное блюдо из тыквы готовите вы. Это, ребятки, кабачок. Последний остался. Тоже надо будет приготовить что-то с него. Такая кладовочка. Удобная кладовочка. Здесь все. Вся у меня утварь составлена. Все, как говорится, от глаз до лошадки. Вот и все, мои дорогие. Закончился очередной наш деревенский день. Вечер. Видите, какое небо серое, мрачное. Обойдем свои владения перед тем, как уже зайти в дом. Проверим, все ли в порядке. Клубнику укрыли, ребята. Это этими цветами чернобривцы, которые отцвели, засохли. Этими чернобривцами очень хорошо укрывать. Они хорошо греют. Они не гниют. И вот клубнику укрываем. И еще клубнику будем засыпать хвойными иголками. Сухими. Сухими хвойными иголками. И вот посмотрите. Уже и морозы были, и холода. Щавель стоит. Петрушка еще молодая растет. Надо мне срезать. Как бы вот, все в порядке. Все в порядке. Можно заходить домой. И, как говорится, уже готовиться к вечернему отдыху. Заниматься своими вечерними делами. Своими увлечениями. Это вечер, это время для меня. Когда я всю свою работу закончила. Домашнюю, хозяйственную. И могу теперь посвятить время своему любимому делу. Вот такой теперь у нас осенний палисадник. Да, ребятки? Как было красиво летом. И все. Все теперь готовится к зимнему сну. Вот такой у нас вот деревенский вечер. Уже зажглись фонари на трассе. Свет в окошках вечерний. Ну, а я с вами прощаюсь. Но ненадолго. Ненадолго, ненадолго. Спасибо вам за то, что смотрите мои видео. Спасибо за вашу поддержку. За добрые комментарии. За вашу душевность, теплоту. Мне очень приятно. Всем моим дорогим, уважаемым гостям. Добро пожаловать. Подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень рада. Смотрите мои видео с удовольствием. Возможно, в моих видео вы найдете что-то для себя полезное, важное, необходимое, душевное. И именно для этого я снимаю свои видео. Я делюсь реальной жизнью. Именно реальной жизнью простых деревенских людей. Субтитры сделал DimaTorzok